Я постоянно читаю в комментариях, что раньше было лучше. Раньше вот Makita выпускала вещи, а сейчас начали делать в Китае какую-то непонятную ерунду, которая вообще не работает и стоит бешеных денег. Мол, сейчас китайцы выпускают гораздо лучше, а Makita вообще нечего и покупать. И сегодня я как раз постараюсь опровергнуть или подтвердить этот тезис и сравнить новую аккумуляторную шлифовальную машинку от компании Makita со старой аккумуляторной шлифовальной машинкой. Всем привет, меня зовут Саша Рыдлтулс, я большой любитель хорошего инструмента и фанат аккумуляторного инструмента Makita. И сегодня буду сравнивать новую аккумуляторную шлифовальную машинку DBO380 со старой аккумуляторной шлифовальной машинкой DBO180. Она у меня уже давно работает, вовсю трудится, а это новиночка, которая также заслуживает внимания. И сегодня я постараюсь рассказать, чем они отличаются, чем они похожи, когда выбирать одну, когда выбирать другую. Начнем, как всегда, с распаковочки. Ну, в первую очередь я начинаю с внешнего вида, но я ее еще даже не распаковывал, поэтому только догадываюсь о том, что там внутри. И посмотрим, что же приходит в комплекте поставки. Так, у нас мешочек для пыли. Сама шлифмашинка. Вот так она выглядит. Ну, достаточно компактно, скажем так. Здесь также инструкция. Есть вот такая резиновая накладочка, за которую уже начали охотиться даже без шлифмашиночки. Один листик 120-го наждака, японского. И вот такая специальная платформа. Наверное, это больше шаблон с иголочками для того, чтобы любую наждачную ленту пробить для пылеудаления. На этом все. Больше в коробочке ничего нет. Если сравнить комплект поставки со старой шлифмашинкой, то она приходила тоже с одним шлифовальным кругом накитовским. Я уже не помню, какой он был, китайский или японский. Тоже был пылесборник. Здесь он чуть-чуть другой формы. Заметно, что в новый пылесборник 380-й модельки он расстегивается на молнии, его можно вытряхнуть. В 180-й модели он, скажем так, откручивалось. И здесь тоже происходило вытряхивание. Но здесь больше в комплекте ничего не было. То есть какого-то шаблона для проклавывания или, я не знаю, какой-то накладки на аккумулятор с 380-й не было. То есть в этом их комплекты и поставки отличаются. Если говорить не только про внешний вид, но и про основное функциональное их отличие, это их принцип работы. Старая моделька 180-я. Кроме того, что она работает на щеточном двигателе, который считается неубиваемым. То есть что только у людей эти шлифмашинки не проходят. Она еще работает по совершенно другому принципу. Это так называемая орбитальная шлифмашинка, в которой есть вибрация и есть вращение самой подошвы. Это позволяет добиться более равномерного рисунка при шлифовке. Тем самым избежать так называемых поросячьих хвостиков, которые образуются при неаккуратной или быстрой шлифовке. Эта шлифмашинка называется вибрационной или просто плоскошлифовальной шлифмашинкой. Она работает без вращения, понятно, но здесь тоже есть небольшой вибрационный эффект. Она в целом предназначена для более деликатной шлифовки. Скорее, наверное, шлифовки финишного покрытия. Но сегодня попробуем ее проверить на разных поверхностях. Также у этих шлифмашинок отличается способ крепления наждака. То есть, если в нашем старичке DBO 180 у нас зацеп идет через крючки, через так называемую липучку, то в 380 модели у нас есть, скажем так, механические зажимы или прутки для зажатия наждака. Здесь они причем выполнены достаточно интересным способом. Это не, скажем так, проволочные прутки, которые зажаты с двух сторон. Здесь используют специальные направляшки, которые просто прижимают лист. Если же говорить про какие-то технические характеристики, то основное их отличие это в количестве оборотов, ну или частоте работы самого двигателя в разных режимах. Для 180 модели указана только максимальная частота в характеристиках 11000 оборотов в минуту. Для 380 модели указана скорость вращения в разных режимах, где максимум это 12000, вторая скорость 8000 и минимальная скорость 4000. Если говорить про пылесборники, то они в целом совместимы. То есть, мы можем на 380 модель поставить пылесборник от 180, туговато, но он заходит. Все-таки его родной пылесборник сюда заходит несколько лучше. То есть, он чисто пластиковый, в 180 модельке у нас идет, скажем так, немножко резиновое кольцо с металлическим уплотнителем, который не дает этому кольцу далеко расходиться. Если же говорить про с 380 модель и про вот этот уникальный чехольчик, про который я упоминал, что уже за ним начинают охотиться, зачем он нужен? Здесь, как видно, аккумулятор в 380 модель устанавливается сверху. И компания Makita предусмотрела, что пользователь, скорее всего, часто будет работать с давлением сверху. То есть, с ручкой это не всегда удобно. Удобно просто класть руку сверху. Если говорить про использование аккумулятора, это может иногда набивать руку, скажем так. Вот вибрации все-таки это виброшлифмашинка. Поэтому используется такая накладка на аккумулятор, где вы можете установить эту самую накладку. Вот так. Тем самым, закрыв аккумулятор этой резиновой накладкой, что позволит вам, скажем так, проще или комфортнее работать этой шлифмашинкой. То есть, у вас меньше будет уходить вибрации в руку, резина все-таки чуть-чуть будет ее гасить. И тем самым будет комфортнее работать долгое время на плоской поверхности. Ручка, установленная впереди, она здесь съемная. То есть, достаточно легко снимается для того, чтобы можно было зайти в какие-то углы плотностью, плотно подойти в углы. То есть, отличие, опять же, виброшлифмашинки в том, что она может плоско работать в ограниченном пространстве. Соответственно, иногда удобно работать с этой ручкой, иногда можно работать вверху, можно эту ручку, опять же, снимать. Так, сравним вес шлифмашинок в полном обмундировании, так сказать. Установленный аккумулятор 5 Ач, пылеудаление. Единственное, что здесь нет наждака, но это мелочь. Итак, с пятеркой DBO 380 весит у нас 2 кг 266 г. Если говорить про 180, с пятеркой такой же, с пылеудалением, установленный ножиком. 1767 г. То есть, у них 500 г разницы в весе. 380 тяжелее, даже несмотря на то, что в ней установлен бесщеточный двигатель. Итак, давайте сравним их в деле. У меня есть для нашей новинки такая наждачка 120-я, как комплектная. Но так как у меня все-таки макитовской круглой нету, постарался найти что-то максимально похожее. Здесь Белгород, здесь Гепард. Не знаю, насколько они похожи. Ну, проверим, насколько, например, дешевый китайский наждак подходит к нашей новой модельке. Так, смотрим по отверстиям. В принципе, все сходится. Пробуем теперь заправить. Как я уже говорил, здесь такой интересный механизм. Не совсем пружинки, как это привычно в других моделях. Сейчас продемонстрирую. Здесь вот такой отщелкивается рычаг. Но при этом здесь у нас видно плоская платформа, которая очень качественно прижимает наждак. И при этом она позволяет удобно его заправлять. То есть видно, что это гораздо лучше, чем просто сверху прижать пружинкой или проволочкой. В целом, мне это гораздо больше нравится, чем в каких-то китайских моделях. Раньше у меня был сетевой Bosch. Там тоже было не очень удобно. Ну, а в 180-й модельке тоже все достаточно просто. Тут у нас липучка. Любую наждачку с липучкой берем. И круглую на 8 отверстий. 125-й круг. И, в принципе, она тоже готова к работе. Стоит также отметить, что такой круглый наждак будет сильно дороже, чем любые вот такие плоские листы. Также не стоит забывать, что можно всегда купить такой рулон. Единственное, что у меня в магазине в продаже только ширина 115 мм. Сюда подходит 93 мм. То есть либо подрезать, либо использовать уже как есть. Будет выступать с краем. Так, начнем с нашей 180-й модельки. Начинает работу на максимальном режиме. Ну, неплохо справляется. Пыли много не летит. То есть большую часть пыли он собирает в мешок. Проверяем теперь нашу новиночку. Она также начинает работу в третьем режиме. Ну, останавливается она гораздо круче. То есть чувствуется, что есть какой-то тормоз двигателя, который прям конкретно гасит. То есть в отличие от орбиталки, которая после остановки еще может долго куда-то убежать, это в принципе очень резко останавливается. Что неплохо. Если сравнить качество шлифования, честно, большой разницы нету. И та, и та с 120-м зерном шлифует неплохо. Единственное, что 180-ю гораздо сложнее удержать. Она как-то прям... Активно убегает. Ну, просто в принципе из-за того, что у нее другой механизм действия. Попробуем сейчас сделать самостоятельно шлифовальную наждачку для нашей новинки. То есть возьмем нашу полосу. Заправляем один край. Он сразу легко здесь зажимается. Так. Отмеряем второй край. И заправляем за вторую направляшку. И точно так же легко зажимаем. Все защелкнулось. У нас слегка не натянута. Можно это еще поправить. В целом, реально, мне очень нравятся эти зажимы. Ну и теперь, чтобы пылеудаление работало, мы ее просто ставим сюда. Как-то вот так. И пробиваем. Все. Теперь у нас появились отверстия, в которые будет всасываться пыль. Ну, да, наждачка шире, но это ничего не меняет. Проверяем. Очень классно становится. Ну, вот так оно работает. Пыль собирает. Но пыли здесь, конечно, больше остается, чем от готовой фабричной наждачки. Но, с другой стороны, это сильно дешевле. Делать такие листы много времени не занимает. В целом, мне нравится. Попробуем еще шлифануть такую предварительно зашлифованную, покрашенную поверхность. Посмотрим, насколько быстро, например, сойдет этот слой краски. Ну, или выровняется поверхность. Оставим пока так. Ох, какая гладенькая стала. Попробуем теперь 180-й. Ну, я бы сказал, что 180-ка гораздо быстрее с этим всем справилась. Но вот поверхность по гладкости, это, конечно, через камеру не передать. Но 380-я оставляет гораздо более гладкую поверхность. Учитывая, что это была изначально одна и та же прокрашенная досочка, то есть фанерка, то на 120-м зерне, опять же, 180-я, 380-я, 380-я гораздо более чистое, гладкое покрытие. То есть, опять же, даже исходя из принципа их работы, можно сказать, что 380-я это финишные работы, эксцентрика 180-я или орбиталка 180-я, она для более грубого, предварительной подготовки поверхности. То есть, скорее всего, это до покраски, это уже межслойное какое-то шлифование, либо прям финишное шлифование перед нанесением масла. И продемонстрирую ту самую работу, которая сильно отличает вибрационную и орбитальную шлифовалку. Это, в частности, сглаживание вот таких вот острых граней. То есть, у нашей вибрационки достаточно устойчивая работа с таким направлением движения, с орбиталкой получится чуть по-другому. Она гораздо более агрессивная. И в чем проблема, что она не дает возможности сделать одинаково равномерный скругленный край. То есть, вибрационка позволяет нам за счет того, что она работает стабильно в одном и том же месте, без стремления сдвинуться или уйти куда-то в край из-за вращений, как это в орбиталке, мы можем добиться более равномерного скругления. У орбиталки такое сделать сложно. Ну, опять же, многие скажут, используй фрезер, и, в принципе, у тебя точно будет равномерный край. Я согласен. Но если мы, опять же, просто делаем финишное скругление острых каких-то углов, то вибрационка дает лучший и более стабильный результат. Очень удобно. Рекомендую. Итак, какие же выводы и что я могу сказать в заключении? Получилось подтвердить или опровергнуть озвученный мной тезис о том, что раньше было лучше. Я могу сказать, раньше было по-другому. Лучше или хуже, наверное, можно судить в моменте, но, опять же, эта машинка все еще хороша. Она работает по другому принципу. Она все еще достойна быть в мастерской у любого мастера. Она достойна быть даже первой и единственной шлифмашинкой в любой мастерской. Потому что, опять же, есть три режима работы. И на, например, на минимальном, с какой-то более мелкой наждачкой. Вы можете также заниматься и финишными работами. Эта шлифмашинка предназначена для других работ. Она предназначена для того, чтобы, опять же, доставать в какие-то углы без этой ручки. Она предназначена для того, чтобы работать без самозацепляющейся наждачки с какими-то листовыми прямыми материалами или с наждачкой в рулонах, которая также достаточно эффективно шлифует за счет более мощного современного бесщеточного мотора. В целом, это просто другая шлифмашинка и займет достойное место на полке у любого мастера. Если вы занимаетесь шлифованием на выезде где-то, какой-то финишной подгонкой изделий, конечно, аккумуляторный инструмент всегда имеет преимущество в этом плане. Если говорить про сетевые шлифмашинки, у любого столяра, я думаю, обязательно есть и эксцентриковая, и вибрационная, и еще куча других, причем, возможно, с разной вибрацией, с разной амплитудой движения, с разной грубостью съема и так далее. Знаю, что сейчас 180-я модель присутствует не во всех магазинах. Если вы не можете ее купить, в принципе, 380-я модель соответствует всем необходимым требованиям по шлифовке. Также она всеядна по бумаге, не обязательно покупать самозатурляющиеся круглые диски. И достойно снимает любое покрытие, и на грубый съем, и на финишную отделку. Также мне очень нравится ей работать. В принципе, она более устойчивая, более стабильна в руках во время работы. Согласны со мной или нет? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Буду дальше рассказывать про все имеющиеся у меня инструменты. На этом у меня все. Как всегда, всего хорошего, ничего плохого. Пока-пока.